Добрый день, уважаемые коллеги! Я представлю короткий заклад вышел по практическому назначению идеологии и зональности качественных характеристик пентамидов и глины некоторых насторождений России. Наиболее интересным регионом в рамках обеспечения на сырьевой базе пентамидовой глины России является Сибирский федеральный вулкан. Здесь расположены два наиболее известных объекта. Это месторождение Южно-Минусинской вулканно-титанической впадины и месторождение формовочных глин Рыбинской впадины Красноярского окраина. Я начну с пентамидовых глин Южно-Минусинской вулканно-титанической впадины. С 70-х годов прошлого столетия Республика Хакасия, а не расположена Республика Хакасия, является ключевым регионом, простощиком бентамидовой парадюрской по всей стране. Помимо традиционных металлургических, литейных и газовых отраслей расширяется использование бентамидовых глин для других отраслей, в том числе и для решения экологических программ, например, для создания гидроизоляционных барьеров при захоронении или создания полигона или создания барьеров безопасности для утилизации или захоронения радиоактивных отходов. Собственно, обеспечение сырьевой базой всех этих направлений требует геологического изучения месторождения, постановки детальных геологических работ, изучения геологического строения во взаимосвязи с качественными характеристиками месторождения и во взаимосвязи с эксплуатационными характеристиками месторождения. В Южно-Минусинской котловине наиболее известные месторождения Десятый Тутр, Виндойская и Кавасубская, с суммарными запасами, превышающими 13 миллионов тонн. В ходе изучения этих месторождений установлены закономерности распределения размещения геологического глин. Первая закономерность – это то, что первое происхождение генетонитовых глин обусловило их широкое площадное распространение. Второе – это то, что генетонитовые пласты, преимущества монголиланидового состава, залегают и приурочены антиклинальным структурам и чаще всего вкрыли вот эти вот структуру. Третье – в составе всех таких генетонитовых месторождений выделяются пять продуктивных пачек. Нижняя продуктивная пачка, точнее, пристилающая пачка и нижняя продуктивная пачка, представленная несколькими классами генетонитовых продуктивной пачки, верхняя продуктивная пачка, в которой залегают несколько тоже промышленных пласты генетонитовых глин и верхняя перекрывающая пачка. Следующая закономерность – это то, что все представленные месторождения принадлежат пластовому геологу промышленному типу. На всех месторождениях выделяются пласты генетонитовых глин, имеющие одинаковую морфологию, структуру, происхождение, качественные характеристики, имеющие моноклинальное падение под углом 6,8 градусов и мощность порядка 1-5 метров. И последнее. В генетонитовых пластах выделяются зоны гипергенеза порядка 50 метров по падению пластов, в связи с чем возникают зональности качественных характеристик. И на примере некоторых пластов показана характерная рациональность, а так более высокие реологические характеристики и показатели качества приурочены в ракете зоны гипергенеза ближе к поверхности зарегания генетонитовых глин. Таким образом, используя анализ всех этих закономерностей, ведется эксплуатации и разработки месторождения генетонитовых глин. Определяются направления использования генетонитовых глин и, соответственно, допычи разделены по угодным направлениям. То, что касаемо месторождения формовочных глин в рыбинце в районе Корстрярского края. Камаринское месторождение разведано в 1960 году. В период в 1973 году была поставлена и проведена детальная разведка этого месторождения. И на государственный баланс поставлен запасы в количестве более 30 миллионов тонн формовочных глин. Камаринское месторождение расположено в рыбинском районе Корстрярского края. Я здесь сказал, в непосредственной близости деревни Маловыль-Камала. В составе месторождения выделяется несколько участков. И на каждом из участков... В геологическом строении каждого участка принимает участие Красногорецкая и Чаргинская свиты. Красногорецкая свита является продуктивной. В составе Красногорецкой свиты выделяются песчаники мелкозернистые, плотные глины, лосковидные биндомиты малой мышности и оливролиты. Она разделяется на нижнюю часть, исключительно запесоченную и представленную оливролитами. И верхнюю часть, в составе которой включены песчаники, оливролиты и тонкий маломышленный простой лосковидные биндомиты. По преобладаниям породообразующих минералов, полезное ископание в Камальском месторождении разделяется на монфарелонитовые глины восковидные и на монфарелонитовые и оливролитовые глины. Восковидные глины на месторождении залегают маломышленными прослоями до 30 сантиметров в среднем и селективная разработка их невозможна. В связи с этим эксплуатация месторождения затруднительна, качественное прогнозирование качественных характеристик добывания местория невозможны, месторождение до настоящего времени не разрабатывалось и не разрабатывалось. Ну и в конце можно подвести итоги. Месторождения северо-западного крыла Черногорской мори имеют строгую зональность как минерального состава, так и качественных характеристик полезного ископания, что уславливает их эксплуатацию и разработку в зависимости от направления использования витаминов и глины для различных отраслей промышленности. По преобладанию породообразующих минералов на Камалинском месторождении выделяется два природных типа полезного ископаемого, но воскалитный динтонит составляет менее одного процента от общих запасов и разработка их невозможна. При этом залегают на глубине 20 метров. По результатам анализа обоих месторождений очевидно, что они имеют разное геологическое строение, структурную позицию, разную качественную геологическую зональность. И, соответственно, для разработки месторождения требуется постановка системного анализа всех, учитывая все особенности отдельно приведенного месторождения, для того, чтобы поставить продукцию, удовлетворяющую требования промышленности. Ну и последнее, можно отметить, что изучение месторождения вентамитовых лиц требует непреставительного пробирования всех разноидностей вентамита, требует детального планирования и исследования месторождения с учетом специфики задания стихиажного месторождения. У меня все. Собственно, спасибо за это. Спасибо.